Нарьинмар присоединился ко всероссийской акции «Ночь музеев». В Краеведческом музее главной фигурой мероприятия стал великий полководец Александр Невский. В этом году исполнилось 800 лет со дня его рождения. Которые превзошли бы пустозерцев своей сметливостью и оборотливостью. Уже традиционно акция «Ночь музеев» на Рьинмаре разворачивается одновременно на двух площадках. В доме Шевелёва, где располагается пустозерский музей-заповедник, и непосредственно в Краеведческом музее. Егор сегодня впервые участвует в мероприятии. На «Ночь музеев» он пришёл вместе с мамой Юлией. Мальчик всерьёз заинтересовался темой пустозерска. Я знаю, что раньше в пустозерске был город, старый город. Там жили староверы, но староверов, кажется, сжигали. Мы в этом году вместе ходили в пустозерск, ему очень понравилось. Сейчас вот решили немножко освежить в памяти наш поход. И сегодня основные события акции разворачиваются здесь, в музейно-этнографическом дворике. Здесь, под открытым небом, стартовала первая выставка – «Суждение о древнем городе». Экспозиция будет меняться раз в полгода. Это проект, музейно-этнографический дворик, который мы презентуем с начала текущего года, хотя начали заниматься территорией вокруг дома Шевелёвых ещё с 2018 года. Кроме того, посетители этой локации имели возможность проголосовать за то, какой будет следующая выставка. И надо отметить, что из всего представленного многообразия тем победила дрова-вода помои на Ринмарской Троеборье. Но это в перспективе. А пока научный сотрудник музея Павел Пырерко в живописном костюме иностранного путешественника времён рассвета Пустозерска учит местных жителей вязать замысловатые морские узлы. Это у нас, условно говоря, фламандская петля, морской узел. Является наиболее таким вот надёжным и простым узлом. Далее у нас имеется узел, он называется беседочный узел. Тоже является одним из наиболее прочных и надёжных узлов. Вязать такие узлы непросто. Участники мастер-класса внимательно следят, но повторить получается далеко не у каждого. Старание и труд, как известно, в помощь, тем более в жизни пригодится. Если кому-то нужна помощь, как-то раз, если появится верёвка при помощи, и надо будет завязать чеку-то петельку. То есть пригодится в жизни? Ну да, когда ему точно даже пригодится. В Краеведческом музее главной фигурой мероприятия стал Александр Невский. В этом году исполнилось 800 лет со дня его рождения. Жители округа смогли познакомиться и со славными делами полководца его истории окунуться в атмосферу пятого-пятнадцатого веков. Рядом со стендом интерактивной игры «Мягкая рухлядь» всегда многолюдна. Интересный рассказ сотрудника музея Марии Латышевой и несложные задания. Моя игра называется «Мягкая рухлядь». «Мягкая рухлядь» в пятнадцатые, восемнадцатые века очень ценилась у нас на Руси, и поэтому служила в качестве экспортного товара. И она, в общем, её отдавали как подарки, дарили вместо подарков. Здесь нужно разложить шкурки животных по своим местам. Ника Асташова в акции участвует впервые. Девочка, увлечённую, мастерит закладку для книг. Трудно делать? Ну, пятьдесят на пятьдесят. Как это? Ну, пятьдесят на пятьдесят – это значит нормально делать. Традиционно во время ночи музеев участники акции мастерят белые цветы, которые потом продадут на улицах города, а деньги пойдут на благотворительность. Во время ночи музеев мы делаем белые цветы вместе с нашими гостями-посетителями ночи. А потом, первого июня, наши юные краеведы, как раз те, которые учатся в нашей школе музейной, они в День защиты детей ходят по центральным улицам Наринмары, продают эти цветы, опять же, за ту цену, которую дают сами покупатели. Ещё в краеведческом музее посетители учили плести кольчугу, мастерить богатырку и многому другому. Скучать здесь было некогда. Конечно, это не так просто после такого перерыва. Не просто потому, что два музея в одном музейном объединении и разные локации. Не просто всё выстроить, но тем не менее, мы надеемся, что ночь музеев 2021 случится и будет интересно, полезно, приятно для всех жителей нашего округа. И музеи, как и прежде, будут востребованы культурными институциями. Акция продолжилась до полуночи и собрала большое количество горожан. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал Север.